По традиции, после ужина приходим сюда, к морю, любим посидеть, вот чайки тут летают, прослушка, в общем, любим посидеть здесь, насладиться этими волнами, морем, этим морским запахом, вот, также к нам вчера подошли подписчики и попросили, чтобы мы озвучили темы, ну, рекомендации, какие они бы хотели, скажем так, пожелать отелю, чтобы они прислушались и добавили эти, ну, учли эти рекомендации и добавили к себе. Ну, первое, они попросили, женщина попросила, чтобы отель добавил шпажки, которые стояли бы на обеде, на ужине, чтобы каждый мог подойти и попробовать блюдо, но чисто с теоретической точки зрения это как бы, да, но с фактической, даже при мне было несколько случаев, когда подходили дети, например, накладывали картофель фри и облизывали вот эти вот щипцы, которыми ты накладываешь еду, поэтому, если там будут стоять еще какие-нибудь зубочистки или шпажки и каждый будет подходить пробовать еду, это будет, ну, как-то... не совсем гигиенично, это не летуаль, да, там вы попшикали на пробничек, понюхали и выбросили, вот, я тоже думал про это, но потом немножечко, спустя год, грубо говоря, как мы сюда вернулись, я понял то, что это не совсем будет гигиенично, я думаю, отель тоже рассматривал такой вариант, вот, ну, посмотрим, может быть, они это введут, но, на мой взгляд, нецелесообразно, да, там можно попнуть, хотелось немножечко, да, попробовать, стоит ли брать это или не стоит? Острое и не острое. Вот острое и не острое, да, вот здесь вот, конечно, чтобы так определить, то да, какую-нибудь зубочистку можно цикнуть, я не знаю, и потом выбрать. Ну, человеческий фактор. Ну, да, там, и в итоге все натыкали, и будет такое поле не очень хорошее, там, на тортике или на чём-то. Ну, второй момент, там попросили, также, ребятов, которых мы интервью брали вчера, когда они отдают ребенка в детский клуб, детский клуб не берет никаких контактов у родителей, родители могут ехать куда-то на экскурсию, и, если с ребенком что-то случилось, он упал или там, ранился, или что-то с тобой никаких контактов не поддерживалось, вот, поэтому, как вариант, предложили у детского клуба брать хотя бы какие-то телефонные номера, чтобы это связь с родителями. Да, сегодня у нас идет подготовка к шоу, это шоу вы видели в прошлом году, пятое видео, посвященное игре в кальмарах, и, соответственно, как нам сказали, то, что сегодня это последнее шоу такое, которого больше не будет ни в отеле, вообще нигде его снимают с программы, и вместо этого шоу, теперь через две недели в отеле будет шоу-голос, там будут выбирать 10 гостей, которые будут петь, и 3 человека будут в жюри, которые будут оставлять оценки, там, от 1 до 10, вот, и теперь будет шоу-голос. Ну да, это будет, мне кажется, необычно, прикольно, но если все-таки отель сделает вечеринки в стиле Netflix Wednesday, да, когда Смейка Адамс, вот это вот все, то будет круто, ну, как бы, очень прикольно, классно, почему бы и нет. Ну, сейчас выйдет какой-нибудь новый сериал, там, можно, в принципе, и под него построиться, потому что Wednesday вышла, там, год или два назад, вот, все равно уже время прошло, и, ну, может быть, второй сезон какой-то будет еще. Ну, они же снимают уже второй сезон. Вот, также они здесь добавили горки в мини-вот этом аквапарке. Да, надо сказать, что мы познакомились здесь с бренд-медиа-менеджером Сирканом, вот, Сиркан. Сиркан, привет. Сиркан, привет, если будешь смотреть. Очень, ну, положительные впечатления остались от общения с ним, прям вообще нашли общий язык. И вот мы когда сейчас с ним общались тоже, он там нам помог, мы помогли ему, там, мы обмениваемся видео тоже, там, концентом каким-то. И он как раз просил внимание, что изменились горки. Я почему-то сначала ходила и думала, что они как-то стали больше. В том году мы снимали, там было две горки, одна такая радужная и одна была с завитушками оранжевая. А сейчас они расширили, добавили огромную такую горку. Он сказал, что у нас расширился аквапарк. Вот, если хотите тоже снимите, мы почему-то дотуда не дошли за две недели. Ну, мы сейчас пойдем и снимем. Да, сейчас пойдем и снимем.